Наверняка среди наших телезрителей есть те, кто страдает бессонницей. Так вот, для вас есть новость. Я, правда, не знаю, обрадоваться или огорчиться. Бессонница обостряет нюх на фастфуд. Точнее говоря, если вы не выспали, запах жирный. Калорийная пища, кажется, вам особенно привлекательным к такому выводу пришли не абы кто, а учёные из трёх американских университетов. Поэтому хотите быть хотя бы стройным, высыпайтесь, просыпайтесь в отличном настроении. А вот как это сделать, как разбудить свой организм? Интернет завален советами на эту тему. Так вот, что из этого правда, а что наглая ложь? Мы выясним вместе с заместителем главного врача областного реабилитационного центра, неврологом Анной Балабановой. Здравствуйте! Доброе утро! Огромное спасибо, что вы согласились на нашу авантюру, тоже пришли в пижамки. И мы сегодня все в пижамках будем в таком антураже говорить и обсуждать советы из интернета, как же нам проснуться. Вот первый совет, что нам рекомендует. Правда ли, что, чтобы проснуться в хорошем настроении, нужно уже с вечера настроить себя на то, что завтра я проснусь бодрым и счастливым? Ну, чтобы настроить себя, должна быть какая-то цель. У каждого человека есть цель завтра, что-то сделать. Если эта цель желаемая, мы ее хотим достигнуть, мы, конечно, настраиваемся на следующий день на позитив. И ждем, и пробуждение будет легким. Однако же, если я знаю, что у меня завтра будет с утра не совсем приятная встреча деловая, например, то есть я буду морально тяжело просыпаться. Вероятно, возможно. Как настроишь себя? Второй момент, что советую, значит, поставить будильник в другую комнату. Вот, если вы живете не один, конечно, это будет так себе идея, потому что вас просто будут проклинать, берлочаться. Живет человек один, поставил будильник в другую комнату. Ну, чтобы, знаете, там дошел, пока идешь, там все, не хочешь уже ложиться. Доля правды в этом есть. Человек, чтобы проснуться, он должен совершить какую-то двигательную активность, он должен открыть глаза, и, соответственно, он себя заставляет, и этот шум его немножко раздражает, может быть, да, но он заставляет себя подниматься, подойти, встать и взять, и выключить. То есть уже первый шаг сделан. То есть нервная система заставляет нас забыть о том, что как было приятно в кровати. Конечно, ну, если еще будильник, он где-то у соседа, да, и могут быть последствия. А будильник соседа у вас в квартире? Двойная зуба. Итак, чтобы взбодриться, достаточно просто хотя бы почистить зубы. Мол, запах свежести у нас как-то будет... Збодрит, видимо. Ну, вообще запах мяты, ментола, он действительно бодрит для нервной системы. Это бодрящий аромат. Это правда. Вот сейчас уже обращаемся к вам, как к человеку, который очень хорошо знает организм. Контрастный душ и растирание полотенцем. Супра нам помогут взбодриться? Это тоже доля правды в этом есть. Но для каждого пробуждения оно постепенное свое. Не каждый может сразу окунуться в холодный душ. Поэтому для кого-то это достаточно просто окунуть руки, умыться холодной водой, и это будет тоже тонизирующе. Есть еще один совет. Сразу, как проснулись, включить свет. Да, конечно. Свет у нас, дневной свет, он тормозит выработку гормона мелатонина, который действует снотворно. А колючий коврик? По-моему, это аппарат называется Кузнецовая, когда у нас такие иголочки, на которые нужно вставать, и... Именно с таким звуком обычно. Нервы, мне кажется, тоже будут зашкаливать. Колючий коврик, он, конечно, тоже будет бодрить. У нас рефлексогенные зоны очень активные на стопах, много активных точек, поэтому, встав на колючее, конечно, мы взбодримся. А если не будем вставать, а, допустим, ну, просто сделаем себе массаж стоп, это как-то нам поможет взбодриться? Конечно, это тоже поможет взбодриться. Это нужно быть очень гибким человеком, чтобы самому сделать себе массаж стоп. Ну, можно своего любимого человека... Я слабо себе это представляю. Смотрите, способ, который у нас, если честно, вызвал небольшие сомнения, это стоп прыжков, которые якобы позволяют нашему организму сразу проснуться. Почему вызвал сомнения? Потому что организм только проснулся. То есть надо ли давать ему такую нагрузку? Согласна с вами. Такая нагрузка утром еще и лицам, которые все-таки нетренированные, да, и пробуждение, оно должно быть все-таки постепенным, плавным. Это не должно быть ведро холодной воды, да, которое как шок воздействует на организм. То же самое и с прыжками. Если это будет просто приседание в вашем свободном темпе, то, конечно... Какая-то размика элементарная, потихонечка, да? Да, это действительно оказывает бодрящий эффект. И еще совет. Подышать свежим воздухом. Но не то, чтобы, знаете, там проснулся и пошел, и открыл порточку, и пошел чистить зубы. А так, например, открыл окно. Селенаправленно постоял, подышал. Стоишь и дышишь. Вот как вы к этому советуете? Прохладный воздух при температуре около, там, 19, примерно, 21 градуса, он воздействует охлаждающе и мягко очень, пробуждающе. Поэтому... Это летом получается, да? Можно так сделать? Это лето, да. А если это холодное время года, зима, конечно, это тоже некое шоковое состояние для организма. Может быть, для кого-то это чревато какими-то последствиями. Под финал нашего разговора вот какие-то фразы... Я красива, я успешный, я богатый. Например, у меня и сегодня будет хороший день. Они, как вы думаете, помогают? Приемы аутотренинга срабатывают. У кого это действительно... Вы используете? Я? Думаю, что нет. Вы прекрасно просыпаетесь? Прекрасно просыпаетесь. Думаю, что нет, потому что у меня есть колючий коврик. Спасибо огромное за совет. Спасибо, да.